Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость, нотариус городского округа город Кумертау Решетникова Ольга Александровна. Ольга Александровна, я вас приветствую. Добрый день. Будем сегодня говорить о нотариальных сделках. Ну вот, пожалуй, наверное, вопрос банальный, но тем не менее. Кто же такой нотариус? Расскажите, пожалуйста. Нотариус – это прежде всего юрист квалифицированный, который действует от имени государства. В каких случаях сделки подлежат нотариальному заверению? С прошлого года ввели еще категорию сделок, которые подлежат обязательно нотариальному удостоверению. Это сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности. Даже если отчуждается вся квартира, но находится она в долевой собственности у граждан, независимо от количества. То есть один, два и более граждан тогда подлежат обязательно нотариальному удостоверению. И сделки с участием несовершеннолетних и недееспособных. То есть если жилые помещения принадлежат несовершеннолетним или недееспособным гражданам, это тоже обязательно нотариальное удостоверение. Здесь еще обязательно нужно брать согласие органов опеки и попечительства. Так как эти граждане наиболее незащищенные категории, нотариус еще и контролирует выполнение этого постановления, чтобы несовершеннолетним и недееспособным была выделена не менее или равноценная часть жилого помещения в другом месте. А какие могут быть последствия для граждан за несоблюдение нотариальной формы? Если законом предусмотрена обязательная нотариальная форма, то несоблюдение этой формы влечет недействительные сделки. То есть сделка изначально ничтожна. И такие сделки даже в судебном порядке сложно признать действительными. Хотела бы предупредить граждан, что лучше сходить к нотариусу, потому что нотариус не только проверит вашу сделку и все правильно оформит, нотариус и соберет все необходимые сведения о продавцах, проверит правоустанавливающие документы на действительность, потому что у нотариуса есть неограниченный доступ к информационным ресурсам федеральным. Это, например, к ресурсу рост недвижимости. Мы можем проверить, находится ли недвижимость в залоге или под арестом. Мы можем проверить правоустанавливающие документы. Мы можем проверить, и должны это делать, находятся ли продавцы в процедуре банкротства, потому что если есть процедура банкротства, значит, можно совершать сделки только с согласием финансового управляющего. Также мы проверяем паспорта на действительность. Действительно ли был выдан паспорт или нет. Еще возможности нотариуса сейчас расширены. Мы можем заказывать кадастровые паспорта. То есть людям не надо никуда ходить, только прийти к нотариусу, сдать документы и все, и ждать, когда нотариус отзвонится и скажет, что все готово. А чем отличаются сделки, которые заверены нотариусом, от обычных письменных? Как я уже сказала, что нотариус, во-первых, проверяет все на действительность. Также нотариуса можно проверить, если сделки совершаются по доверенности. У нас единая система нотариата, которая в программе установлена. Мы можем проверить любую доверенность, не только, что она была совершена, мы можем ее увидеть, что там написано, скан-образ, потому что прикладывается к этой программе. Если нотариально удостоверенная сделка, сроки регистрации по таким сделкам сокращаются. Нотариус удостоверяет сделку, сам сдает на регистрацию, никуда ходить не надо, ни в МФЦ, никуда. У нотариуса сдали документы, у нотариуса уже и получили. Сроки регистрации, если проходит регистрация в электронной форме, это на следующий день после принятия документов Росреестром уже все готово. Сейчас у нас государство отменило свидетельство о государственной регистрации права, то есть никакую красивую бумажку люди не получат. Они получают только выписки, которые подтверждают их права на объект недвижимости. Так как в электронном виде, если проходит регистрация, нотариус выдает выписку, электронный документ, это новое нотариальное действие, осуществляет равнозначность электронного документа на бумажном носителе и выдает это гражданину. Это соответствует оригиналу. Расскажите еще, пожалуйста, про ответственность нотариуса и в каком случае она может наступить. Так как у нас большие права, государство нам дало ее все-таки большую обязанность. И у нас ответственность застрахована в первую очередь. У каждого нотариуса это не менее чем на 5 миллионов. И каждый нотариус за совершенные сделки отвечает всем своим имуществом. Если утерян документ правоустанавливающий, у нотариуса в любой момент можно получить дубликат этого документа. Это раз. Во-вторых, все документы, которые удостоверяются нотариусом, они хранятся постоянно. То есть срок хранения не ограничен. Это раз. Два. И архив, если нотариус даже слагает полномочия, архив передается другому нотариусу, она также хранится. И нотариус никуда не девается. Вот он в этом городе, значит, в этом городе. Даже если, говорю, слагает полномочия, сделка совершена этим нотариусом, ответственность застрахована. В любом случае гражданин получит свои деньги. Да. И еще один интересный вопрос. Это депозит нотариуса. В каком случае можно будет им воспользоваться? Депозит нотариуса – это способ исполнения обязательства. Исполнить обязательства можно разными путями. В том числе внести денежные средства в депозит нотариуса. Сейчас широко распространяется это нотариальное действие при расчете граждан между собой, при сделках купли-продажи, мены и так далее. То есть зачисление денег на депозитный счет нотариуса считается, что покупатель свои обязательства перед продавцом исполнил полностью. Просто продавец получает эти деньги не сразу, а с выполнением условий, которые предусмотрены в договоре. Но эти условия бывают разные. Это, например, после регистрации документа в Росреестре или после снятия с регистрационного учета несовершеннолетних детей. Там случаи разные, но в любом случае уже продавец, только продавец может получить эти деньги у нотариуса с депозитного счета самостоятельно. И здесь нет никаких рисков, потому что у нас регистрация сделки это не одномоментное все-таки действие. Сегодня удостоверили договор, то регистрация 5 дней, 3 дня рабочих. За это время может произойти абсолютно любая ситуация, может, не знаю, приостановка сделки быть и так далее. Чтобы ни продавец, ни покупатель не беспокоились о том, что что-то сорвется. Вот используется депозит нотариуса. Какая-то процентная ставка есть у такого депозита? По расчетам между сторонами процентной ставки нет. По договорам, которые удостоверяет нотариус, или простая письменная форма по сделкам. Там у нас определенный тариф, независимо от стоимости имущества. Все понятно. Если, допустим, квартира находится не в нашем городе, где-то, допустим, в Салавате, Стельтамаке, в Уфе, то к какому нотариусу нужно будет обратиться, чтобы заверить сделку? Такой вопрос. С этого года у нас новые правила регистрации в Росреестре прав. Можно вообще обращаться, независимо от того, где находится недвижимость, к любому регистратору МФЦ и так далее. Нотариус же ограничен субъектом Российской Федерации. То есть, если квартира находится, например, в Республике Башкортостан, неважно в каком городе, граждане могут обратиться в любой город, к любому нотариусу в пределах Республики Башкортостан. Сейчас многие молодые семьи пользуются средствами материнского капитала. Но, как известно, там есть условия. Вот нужно ли их выполнять? При покупке жилого помещения с использованием средств материнского семейного капитала дается нотариальное обязательство собственниками жилого помещения оформить данное жилье в собственность, в общую лица, получившего сертификат, его супруга и детям. Первому, второму, третьему и последующим. Выполнение этого обязательства сейчас контролируется органами прокуратуры. Как это сделать? Как выполнить обязательства, которые дали? Понятно, что на средства материнского капитала отдельное жилье купить очень сложно, потому что это маленький размер. Стоимость жилья у нас отличается в два или в три раза. Максимум, что на это можно купить, это комнату. Если приобретается комната в общежитии, то здесь вопросов нет. Во-первых, это жилье, которое приобретено только за счет средств материнского семейного капитала, не будет являться совместным имуществом супругов, потому что здесь затрачены государственные деньги. И тогда вопросов нет. Собственник титульный, на кого оформлена эта комната, может распределить доли, указанную в постановлении правительства по соглашению сторон. Другой вопрос, когда в том числе за счет средств материнского семейного капитала приобретается имущество, которое в разы дороже. Например, квартира, которая стоит полтора миллиона, а средства материнского семейного капитала около 500 тысяч. То есть одна третья квартиры приобретена за счет средств материнского капитала, а другая является все-таки совместным имуществом супругов, если нет брачного договора. Вот чтобы выделить и исполнить обязательства, чтобы выделить детям долю и супругу, здесь получается сложный договор. Для того, чтобы определить долю, нужно сначала выделить супружескую долю в оставшемся имуществе. Вот сейчас у нас Федеральная Натериальная Палата и Натериальная Палата Республики Башкортостан стоит на такой позиции, что освобождаются у нас несовершеннолетние дети за госпошлину по удостоверению этих договоров. И делается это все в одном договоре. Здесь значительно меньше государственная пошлина, независимо от стоимости квартиры. Можно прийти к нотариусу и сделать сразу в одном договоре, определить супружеские доли и выделить детям долю. Но в рамках передачи это разные ситуации, сложно рассказать. Поэтому приходите на консультацию к нотариусу. Сейчас с Нового года доступны госпошлины. Чуть ранее вы уже говорили о том, что существуют электронные документы. А вот скажите, есть ли разница между письменным документом и документом, оформленным в электронном виде? — Достаточно новое нотариальное действие, которое сейчас очень любят нотариусы. Это удостоверение равнозначности электронного документа, документа на бумажном носителе. Во-первых, это возможности граждан отправить документ абсолютно в любую точку мира. То есть прийти к нотариусу, обычный бумажный документ перевести в электронный формат. Нотариус удостоверяет своей электронной цифровой подписью или гражданину отдает на флешки или куда-то отправляет. Очень удобно это при том, если человека, например, отсутствует в городе, а нужно совершить какое-то действие, которое необходимо подтвердить нотариальной доверенностью. То есть человек по месту своего нахождения обращается к нотариусу, удостоверяет данную доверенность. Нотариус делает доверенность, равнозначность в электронном виде, отправляет другому нотариусу, и в пределах пяти минут у нотариуса уже другой документ. То есть получается, равнозначность, эти документы, они соответствуют друг другу, то есть как оригинал. Все понятно. Спасибо большое, Ольга Александровна, за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Это была программа «Гость студии». Мы с вами прощаемся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова